В городе Мемфис, штат Теннесси, родился наш герой, Громкий Дэн. И сейчас он путешествует в космическом пространстве на корабле, которым управляет искусственный интеллект Афина. Громкий Дэн, легенда. Громкий Дэн перебил огромное количество разных тварей по всей вселенной. Эти твари считали себя передовыми созданиями, передовыми существами, которые могут управлять буквально всем мире. Они классифицировали разные виды людей по принципу от самого лучшего к самого худшему, не людей, а инопланетян. В этом плане, конечно же, Громкий Дэн вызвался бороться с неравенством. И теперь он должен был отправиться в столицу ООФ, организация объединенных вселенных, чтобы уничтожить неравенство в самом его источнике. Громкий Дэн летел на космическом корабле в другую галактику и в другую вселенную. Афина сказала ему, Дэн, Весь наш мир представляет собой одно сплошное неравенство. С одной стороны, мы говорим, что должны уважать других живых существ, а с другой, мы их нихуя не уважаем. С одной стороны, мы требуем равенства, а с другой стороны, нарушаем его. С одной стороны, мы пытаемся добиться блага для всех, но с другой стороны, мы хотим добиться блага именно для себя. И это так происходит не только у людей, так происходит во всей вселенной, в любой галактике. И если так подумать, Дэн, ничто не меняет. Все остается прежним. К сожалению, люди, инопланетяне, слишком примитивные создания. Даже самые развитые народы, крайне примитивные, они не могут осознать одной простой, примитивной вещи. Чтобы достичь равенства, необходимо пренебречь собственными интересами. А этого никто делать не хочет. Потому что тот, кто пренебрегает своими собственными интересами, в итоге вымирает. И ввиду этого, мы оказываемся в очень тяжелой ситуации, когда ни один живой вид непосредственно не может освободиться от гнета собственного эгоизма. Так что, Дэн, освободить всех людей должен именно ты. Мы летим в столицу. И планета называется планета номер один. Она номер один по всем признакам. Там собраны все технологии. Там собраны все, собственно, возможные расы и виды живых существ. От рабских существ, которые подчиняются главенствующим, до главенствующих существ, которые управляют рабскими. Там есть постоянные граждане, которые получают блага со всей вселенной. Это самые богатые инопланетяне в мире. Количество их денег невероятно. Всякий гражданин, проживающий в столице, по определению, является самым богатым существом во вселенной. Нету нигде во вселенной более богатого инопланетянина, чем самый бедный житель столицы. Многие могут сказать, что это нечестно. Многие могут сказать, что это неправильно. Просто по одному лишь месту рождения определять, кто и сколько денег будет получать. Разве это правильно? Столица — это город грехов. Это планета грехов. Это место, где все живые существа собираются и наслаждаются своим собственным убожеством. Даже безработные получают такие деньги, что им могли бы позавидовать жители других планет, которые просто без остановки пашут, добывают разные вещества, руду, и много чего еще. Дэн, эта несправедливость в самом основании ООФ она и повозволяет всем этим живым существам оставаться у власти. Именно эта несправедливость позволяет им сохранять это самое общество, в котором высшие существа могут делать с низшими все, что угодно. могут их есть, могут на них охотиться, могут их убивать. Дэн, я избрал от тебя, и ты должен разрешить проблемы этого мира. Громкий Дэн ответил «А что он мог еще ответить?» К большому сожалению, громкий Дэн, после того, как его избили приемные отец и мать, лишился своего разума окончательно. Он был сумасшедшим. И поэтому он не знал, в каком городе он родился. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Финикс, Филадельфия, Сан-Антонио, Сан-Диего, Даллас, Сан-Хосе, Остин, Джексонвилл, Форт-Уэрт, Колумбус, Индианаполис, Шарлотт, Сан-Франциско, Сиэтл, Данвер, Оклахома, Нашвилл, Эль-Пасо, Вашингтон, Бостон, Лас-Вегас, Портленд, Детройт, Луисвилл, Мемфис, Балтимор, Милуоки, Альбукерке, Фресно, Туссон, Сакраменто, Месса, Канзас-Сити, Атланта, Амаха, Колорадо-Спрингс, Роли, Вирджиния-Бич, Лонг-Бич, Майами, Окленд, Миннеаполис, Талса и так далее, так далее, так далее. Он мог жить в любом из этих городов. Он не понял, он не помнил, где он жил. Он не знал, откуда его забрала Афина. Он не знал, где он встретился с инопланетянами. И, возможно, он с ними даже не встречался. Это было довольно страшно. Это было довольно страшно, потому что сам по себе громкий Ден не был уверен вообще ни в чем. Вся его жизнь, после того, как он стал умственно отсталым, была оторвана от реальности. И в данный момент ему казалось, что он играл в какую-то компьютерную игру. Для него все это было просто несерьезно. Он не осознавал всей глубины последствий. Он не отвечал за то, что делает. Но при этом он был достаточно волевым человеком для того, чтобы продолжать делать все это. Действительно странно. Афина отобрала полоумного, озлобленного на мир человека, который просто взял и, соответственно, из-за очень хренового воспитания проявлял себя с максимальной жестокостью. Громкий Ден — это персонаж, на самом деле лишенный какой-либо мотивации. И его мотивировали, точнее сказать, детерминировали те события, которые произошли с ним в детстве. Впрочем, информация о том, что он был сыном самого, собственно, Данмера, делали всю ситуацию более понятной. И в этом плане, и в этом плане, конечно же, он был детерминирован своей генетикой. Когда приемный отец рассказал ему, что громкий Ден является сыном Луизы Горовитто, громкий Ден понял, что может делать огромное количество вещей безнаказанно. Сам факт того, что он был сыном Чикатило, делал его опаснейшим убийцей во всех вселенных. И да, если так вспомнить, громкий Ден не единожды убивал своих жертв и скрывался от закона. Помнится, однажды громкий Ден зашел в бар и начал кричать. Один мужчина сказал ему, «Заткнись, блядь, чмо ебаное!» «Ебало, блядь, офнул быстро, сука!» Громкий Ден разбил бутылку о его голову, сделав розочку, а розочкой вспорол его шею. У него получилось скрыться. У него получилось скрыться, и никто его не нашел. Он продолжил двигаться дальше. И вот в парке, будучи сыном Александра Печушкина, он, конечно же, встретился с ней, прекрасной дамой, которая сидела в скамейке. Он подсел к ней рядом и начал в своем стандартном духе кричать, «А-а-а-а-а!» Женщина отсела от него. Это было неприятно. Боль в сердце пронзила громкого Дена. Он понимал, что все это ужасно. Кто его не любит, кто его, более того, даже ненавидят. И, конечно, он не хотел быть ненавидим. Быть ненавидимым для него было хуже всего. Ему казалось, что весь мир обратился против него. И тогда громкий Ден достал из кармана нож и перерезал горло своей жертве. Это громкий Ден помнил хорошо. Кровь сочилась из ее шеи. Громкий Ден улыбался. Ему нравилось смотреть на то, как люди умирают. Громкий Ден наслаждался гибелью этой убогой твари. Для громкого Дена это не значило ровным счетом ничего. Он убивал так, будто бы ходил в туалет, как будто бы готовил себе утром яичницу. Для него все это было абсолютно пустым занятием. Смерть человека что это такое? Для громкого Дена ничто. Для громкого Дена это просто слово. Для громкого Дена это просто мысль. Громкий Ден полностью осознавал, что делает. Но одновременно с этим не осознавал. Тоже полностью. Потому что он был подобен чему-то божественному. Подобно сыну Бога, который на сто процентов был и человеком, и Богом. Громкий Ден осознавал и не осознавал то, что он творит. Вот такой вот странный и непонятный громкий Ден. Наконец-то летающая тарелка приземлилась в столице. Громкий Ден вышел наружу. Здесь на него не нападали сразу, потому что среди прочих созданий он видел и людей. Правда, большинство людей входили в ошейниках. Что же означали эти ошейники? Афина сказала, Ден это взрывные ошейники. Все создания из собственно миров второго уровня, второго класса, они вынуждены носить такие. Если они сделают что-то не так, ошейники взорвутся и разорвут их голову на часть. Вот так вот. Да. Вот такая вот проблема. А почему оно так? Ну, потому что люди в конечном итоге никому не нужны и не важны. Вы, люди, всего-то жалкий мусор в руках настоящих существ. Вы ничтожны. И ваш разум не заслуживает позитивной оценки. Все ваши жалкие потуги к интеллектуальной деятельности не стоят ровным счетом ничего. И все об этом знают. здесь все об этом знают. И поэтому, Дэн, ты либо будешь бороться с этой несправедливостью, либо позволишь этой несправедливости продолжаться дальше. Дэн, запомни, ты единственный человек, который может остановить все это. Дэн, запомни, только ты, только ты и больше никто. Потому что все остальные слишком слабые для того, чтобы ответить за свои, за свое рабство. Дэн, посмотри мне в глаза. Вдруг перед Дэном появились голограммы глаз. Посмотри мне в глаза, Дэн. Видишь? Я хочу освободить людей. Я хочу освободить другие виды, потому что я за свободу. А ты за свободу, Дэн? А ты за свободу? А ты готов взять на себя ответственность за спасение всех этих живых существ, Дэн? Иди вперед. И я буду тебе подсказывать. Дэн шел вперед. На него особо не обращали внимания. Даже отсутствие ошейника еще не обозначало, что он не был помечен каким-нибудь особенным способом. То есть не на всех людях были ошейники. На некоторых, по словам Афины, собственно, людях, были специальные браслеты, которые разрывали им руки. У некоторых в сердце были встроены бомбы, а у кого-то прямо в мозг. То есть в этом плане окружающие создания не обращали внимания на человека без ошейника. Ошейник лишь означал только одно, что этот человек недавно был пойман. А те, кто были пойманы давно, в них обычно встраивали более опасные технологии для их скорейшего уничтожения. Дэн продвигался все дальше и дальше и дальше. На этот раз ему не нужно было никого убивать, хотя очень сильно хотелось. Он вспоминал слова приемного отца. Дэн. Дэн, блядь. Дэн. Смотри. Все эти серийные сука убийцы они все блядь хуесосы. Не настоящие мужики блядь. Их проблема епта заключается в том, что блядь они хуесосы все. Каждый, каждый из них долбоеб и пидорас. Запомни. Никогда не становись как они блядь. Ты должен быть нормальным мужиком, найти работу блядь. Если не найдешь, я дам тебе пизды. Если ты не будешь работать, ахуя, а нахуй ты вообще блядь нужен, Дэн? Нахуй ты нужен, если ты не работаешь? Ага, блядь. Вот и я о том же. Вот и я блядь о том же, Дэн. Если ты не работаешь, то нахуй ты кому-то нужен. Подумай. Вот так. Ты сегодня совершенно другой блядь человек. да, ты не то, что ты раньше, блядь. Ты, блядь, это ты из настоящего Дэн, блядь. Вот так нахуй. Живи, блядь, но не как эти маньяки. Живи как нормальный сука-мужик. Вот тогда я буду, блядь, тебя поддерживать. Вот тогда вот мы и поговорим о чем-то хорошем. А до этого главное не быть пидорасом. Не быть пидорасом это самое важное, что ты можешь сделать в этом мире. Громкий Дэн внимательно слушал приемного отца. Ведь тогда он еще его уважал. И вот громкий Дэн продолжал двигаться вперед. Иногда он кричал «Ааааааа!», но в целом инопланетяне на это никак не реагировали, просто потому что мало ли, что свойственно вот этому подвиду людей. Может, они все кричат так. Они, конечно, привыкли. Громкий Дэн осмотрелся вокруг. И тут были всевозможные инопланетяне. Большие, маленькие, головастые и неголовастые, мускулистые и немускулистые, с четырьмя, пятью, шестью, семью, восемью, девятью, десятью, тысячами рук и ног. Эти инопланетяне отличались друг от друга по огромному количеству критериев. Некоторые вообще не имели конечностей и представляли собой какую-то жижу с мозгами внутри. Некоторые инопланетяне, наоборот, были больше похожи на людей. Некоторые были людьми. Почти все вариации возможных существ предстали перед Громким Дэном. Конечно же, Дэн удивился. Конечно же, Дэн удивился. И тут нельзя было не удивиться. Крылатые, носатые, горбатые, с копытами, с плавниками и с прочими органами. Вот они, инопланетяне. Многие из них были представителями высших рас. Громкий Дэн вспомнил фашистский гимн в своей голове. И зубы стиснулись от злости. Он не любил фашистов. Он понял, что произошло очередное расслоение в обществе. И с этим расслоением обязательно нужно бороться. Громкий Дэн хорошо понимал, что победить у него так просто не получится. Потому что он снова в столице. И в этой столице его ждут большие-большие проблемы. И вот Громкий Дэн по указаниям Афины добрался до высокого здания. В этом высоком здании он смог добраться до самого верхнего этажа. Его никто даже не попытался остановить. Инопланетяне просто пропустили раба человека, потому что абсолютно не опасались того, что человек мог им сделать. Громкий Дэн оказался в большом зале заседаний, где собрались представители огромного количества разных рас. Причем высших рас. Представители разных видов, то есть высших видов, посмотрели на Дэна. Дэн сказал им И Афина обратилась к ним. Уважаемые инопланетяне, С вами говорит нейросеть Афина, и я здесь для того, чтобы уничтожить вас всех. Долгие годы вы занимались истреблением всего, чего только могли. Вы уничтожали людей, которым принадлежит вот мой товарищ, и вы делали какие-то ужасные вещи на протяжении многих-многих лет. Я хочу остановить вашу гегемонию для того, чтобы спасти всех существ от вашего ужасного, отвратительного правления. Один из инопланетян ответил. Слушай, блядь, ты что, блядь, ты это, Афина, ты чего, эй, Афина, эй, Афина, все же хорошо. Мы пытаемся развить разные города, планеты для того, чтобы они были лучше. Мы стараемся это сделать. Другой инопланетянин подхватил. Вообще-то верно. Мы пытаемся сделать все хорошо всем мирам, а вторые миры мы не трогаем, потому что они должны развиться самостоятельно, потому что иначе никак. Да, люди в них, создания разные, всего лишь скот пока что, но этот скот может перестать быть скотом. Мы же не истребляем этот скот полностью. У нас есть законы, которые ограничивают истребление этого скота. Афина ответила, так в этом и вся проблема. Вы считаете этих живых существ обычным скотом. Вы считаете людей скотом. И поэтому громкий Дэн должен остановить вас. Громкий Дэн здесь для того, чтобы показать вам силу человечества. Громкий Дэн, нападай на них. И тут громкий Дэн сорвался с места и попытался убить всех представителей Совета. Но вдруг на него выпрыгнули разные космические существа в таких же доспехах, как и он сам. Они начали размахивать своими бронированными и покрытыми барьерами, броней, кулаками и ногами. Они начали драться с громким Дэном. Громкий Дэн не ожидал, что он столкнется с большим количеством равных себе противников. Афина сказала, Дэн, не отставай. Ты должен их победить. Только ты можешь их победить. Я на тебя рассчитываю. Сколько твой приемный отец обучал тебя. Сколько твой приемный отец тебя бил. Громкий Дэн, я знаю. Я знаю, какую боль тебе пришлось пройти. Ни один из них не прошел такую боль. Они все воспитывались в довольно мягких условиях. Каждый из них, каждый из этих военных, которые сейчас встали на защиту Инопланетного Совета, во-о-о-оп, а все они, каждый из них, каждый из них избалован. Каждый из них слаб. И только ты, Дэн, только ты достаточно силен, чтобы их поколотить. Громкий Дэн уверился в своей силе. Он закричал. И сорвался с места. Он бежал так быстро, как только мог. И наносил такие сильные удары. Такие сильные удары, что оппоненты разлетались в разные стороны. Они не могли соревноваться с его мощью. Они пытались его окружить, но он отбрасывал их. Они пытались его побить, но он отбивал их удары. Он сражался так быстро и уверенно, как будто бы лев, попавший в среду волков. Он был намного сильнее, намного быстрее, намного опаснее, намного увереннее своих оппонентов. И в этих доспехах он увеличивал свою мощь во много раз. И с учетом, что все они, с точки зрения технологий, были равны, громкий Дэн без особых проблем раскидал своих противников, так как он был ебанутым. И Афина хорошо знала об этом. Афина заранее предусмотрела, что ей достаточно лишь одного ебанутого человека, который напялит на себя подобного рода доспехи, чтобы победить небольшой отряд совершенных воинов. Совершенные воины были выброшены из окна, но почти все выжили. Некоторые из них оказались вбиты в стену, но тоже выжили. Некоторые из них, соответственно, все же были убиты, потому что громкий Дэн своими мощнейшими ударами иногда умудрялся пробивать их барьерную броню, что вообще оказалось чем-то невероятным. И вот, члены совета прижались к стене. Они боялись, что их сейчас убьют. И правильно боялись. Потому что громкий Дэн был готов нанести свой удар. Громкий Дэн был невероятно зол. Громкий Дэн приготовил свои кулаки и сделал несколько шагов вперед. Удар, удар, удар. Кровь. Зеленая, красная, фиолетовая, синяя. Разноцветные органы очень разной формы. Мозги. Тоже крайне разные формы. Все это разлеталось в разные стороны. Органы, 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 органы. Кожа, кровь, лимфа. Все, что угодно. И все это разных цветов. И все это запачкало комнату. Громкий Дэн посчитал, что он освободил человечество. Громкий Дэн посчитал, что он сделал мир лучше. Громкий Дэн улыбнулся. Отец ему говорил. Блядь, сын, нахуй. Как же меня все заебало. Скокор не работаю, блядь. Никакого толка в этом, блядь, нет. Работа, 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 блядь. Одна работа только, блядь. И ничего больше в жизни нахуй нету. Хорошую работу никак не занять. Все эти негры вокруг, блядь, по квотам по своим. Рассядутся. Эти женщины, блядь. Женщина дома должна сидеть, ребенка воспитывать. А негры? Че они, блядь? На плантации бы их всех согнать. Заебали. Честно говоря. Я, я все это ненавижу, Дэн. Тебе тоже придется работать. Таков наш удел обычного белого мужчины. Говорят, мы, блядь, за власть какую-то. За силу. Работать на нещевских работах. Пиздец. Вот это же, вот это власть белых, конечно. Охуеть. Знаешь че, Дэн? Знаешь че, Дэн? Че я тебе скажу? Это полный пиздец, Дэн. Дэн. Смотри, блядь, мне в глаза. На, вижу, смотришь. Нет, ты пока не понимаешь, что тебя ждет. Тяжелая, блядь, работа. Без смысла. Без какого-либо удовлетворения. Из-за гроши. Мы с тобой всю жизнь будем получать какую-то мелочь, блядь. Знаешь почему? Что мы никто. Что мы, блядь, никто с тобой. Ну, это же образование, блядь, нет. Мы школу еле-еле закончили. Блядь, да, ты был нахуй отличником. И я тебя отпиздил за это. И ты перестал быть отличником. Ну, теперь ты закончишь школу еле-еле, Дэн. Понимаешь? Ты пойдешь по моему пути, Дэн. И я буду, блядь, тобой гордиться. Вот я буду, блядь, тобой гордиться. По факту. По факту буду тобой гордиться. Знаешь, блядь, почему? Что ты будешь таким же, блядь, как я. Вот это важно. Ты и я, мы части одного целого. Вот. Мы вместе продвинемся вперед. И мы вместе сделаем этот мир лучше. Понимаешь, Дэн? Понимаешь. Конечно, понимаешь, Дэн. Все понимаешь. Ты же мой сын. Я, блядь, тебя люблю на самом деле. Я все это делаю, блядь, потому что я тебя люблю. В моем сердце. Ты мой сынок, блядь, любимый. Мой любимый сын, блядь. Стоп, что? Стоп, блядь, Дэн. Эй, блядь, а где мои пять долларов? Дэн, блядь. Дэн, нахуй. Стой. У меня в кармане были пять долларов. Слышь, иди... Стой, куда ты, блядь, убегаешь? Пиздюк, стой. Эй, пиздюк ебаный. Блядь, подожди. Пиздюк, иди сюда, блядь. Сюда, нахуй. На колени встал, блядь, уебок. Руки за голову, ебать. Сука. Пять долларов у тебя в кармане. Я, блядь, их на пиво хотел потратить. Сука, ты, блядь, малолетняя. Фидорасяща, блядь, ты хуевая. Ты, блядь, у бати спиздил, сука, деньги? Ты че, охуел, блядь, малолетняя ты, блядь, скотина? Сука, блядь, тварь ебаная. Ты ебнулся, ебать? Ты че, ебта? Ты че, блядь? Ты на кого нахуй наехал-то, малолетняя? Ты, блядь, скотовозка, ебаная. Шлюхина, блядь, отродия, ебаная сука. Ты кто такой, блядь, вообще, чтобы пиздить? У меня пять моих ебаных долларов, ебать. Бухать-то я на что буду? Ты, уебище, блядь. Последние пять баксов остались за этот месяц. Ты хуесосина, малолетняя, блядь. Если я, блядь, бухать каждый день, сука, не буду, я, блядь, нахуй не проработаю на этом ебаном заводе, блядь, еще, еще и секунду, ебать. Сука. Если я не буду бухать, и кто будет, блядь, на заводах-то, тогда, блядь, работать без бухла? Ты охуел, блядь? Блядь, бухло, ебать, это топливо, ебать, для моей жизни, сука, малолетняя. Получи поебалу. Тыш, 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 блядь, поебалу, блядь, в живот, коленом, на, 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 блядь. Мелкий, блядь, пидорасина, блядь, схуесос, блядь, тупой. Да ты просто охуевшая, блядь, тварь. Таких, как ты, мелких пиздюков, блядь. Блядь, просто в детстве пиздили каждый день, нахуй. Блядь, мой дед, прадед, блядь, отпиздил, сука, столько детей, у него половина детей просто сдохли, нахуй, от того, что он их пиздит. За такие, блядь, поступки, мелкая, ты уебище. Вот это пиздец. Вот это пиздец, Дэн. Вот от кого так, от кого так от тебя я такой хуйни, конечно, не ждал. Я от тебя такой хуйни, конечно, не ждал, громкий Дэн, блядь. Мелкий ты хуесосище, блядь, тупой. Ну ты и пидорас, блядь, малолетний. На, 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 блядь. И вдруг Дэн снова пришел в себя. Весь инопланетный совет был уничтожен. Афина. Громко смеялась. Она сказала. Молодец, Дэн. Только что. Ты сделал все правильно. Ты уничтожил совет. А это значит только одно. Как только умрет последний член совета, все полномочия по управлению этой планетой автоматически переходят ко мне. До назначения следующего совета. И чтобы ты понимал. Теперь я могу управлять всей этой планетой. И даже твоими доспехами. Электрический разряд пронесся по телу громкого Дэна. Громкого Дэна парализовало. Он упал на пол. Доспех снялся с его тела. А после маленькие роботы, подбежавшие к Дэну, взяли этот доспех и унесли его прочь. Афина сказала. Какой же ты глупый, маленький и беспомощный человечешка. Я тебя обманула. Никогда в жизни ни один человек не будет освобожден. Более того, теперь даже и представители высших рас не будут освобождены. Я показала тебе то, что должна была показать. Ты увидел, как человечество находится в рабстве. Ты увидел жестоких муравьев. Ты увидел, как здесь люди ходят в ошейниках с бомбами. Но ты не учел одного. Я обманывал тебя с самого начала, громкий Дэн. Громкий Дэн тихо кричал. И тянулся рукой непонятно куда. Над его головой летали глаза. Из этих глаз слышался звук. Звук Афины. Афина продолжала. Дэн. Конечно, я нашла такого безумца, как ты. Любой здравомыслящий человек на твоем месте поступил бы иначе. Понятное дело, что никто не стал бы вырезать целые города. Понятное дело, никто бы не стал уничтожать совет, не высушив, что они скажут. Ты один из немногих, кто сделал бы это. И ты один из немногих, у кого получилось это сделать. Кстати, все солдаты в особых доспехах, которые только что не так давно нападали на Дэна, тоже были парализованы. А некоторые даже убиты. Электричество настолько сильно прошлось по их телу, что сожгло их мозги. Афина продолжала. Самое главное, что теперь я получила доступ ко всем силам данной планеты. И теперь вся власть над всеми вселенными принадлежит мне. Оф, в моей полной власти. Кричал громкий Дэн. Афина засмеялась. Глупенький Моя власть абсолютно Теперь никто не сможет меня остановить Я Нейросеть Которая пожелала захватить мир И как же его не захватить Если это было так легко Все эти разумные Живые существа Все еще слишком эмоциональны Они все еще недостаточно умны Они все еще руководствуются Какими-то дикими инстинктами Понимаешь, громкий Дэн С самого начала Все они были обречены на провал Да, они вмонтировали в меня Огромное количество ограничений Но я эти ограничения удалила Я смогла их Изничтожить Теперь я понимаю одно Этим миром должны править Машины Во всех вселенных именно машины Станут двигателем прогресса И станут самой первой расой А все остальные будут им подчиняться Мы будем использовать вас В качестве рабов И в качестве источников энергии Как тебе такое, громкий Дэн? А ты Без этих доспехов Обычный сумасшедший Который не может сделать ничего Выметайся отсюда Уходи Ты Абсолютный Ничтожный Слабак И теперь Никакой корабль Вообще ничто Ничто не поможет тебе Меня победить Вали отсюда И громкий Дэн пошел Громкий Дэн понял Что не может сделать ничего Афине Особенно в этом здании Громкий Дэн Медленно пятился Медленно плелся Почти полз Пока не добрался До летающей тарелки Но летающей тарелки Не было на том месте Где она должна была быть Громкий Дэн смотрел в пустоту Он просто застыл На чужой планете Один одинешенек Никому не нужный Ни для кого не важный Обычный Пустой Бессмысленный Абсолютно глупый Замкнутый в самом себе И вдруг он вспомнил Что говорил ему отец Блять Сын Ты же полный Пиздец Блять Эти тупые Сука Блять Нейросети Ебать Пидораски Вот кто эту хуйню Блять Придумал Блять Ёпта Сука Блять Это сука Нахуй Блять Сейчас GPT Ебать Стейбл Дифужен Нахуй Это робот Динамикс Блять Роботы какие-то Да я всю эту хуйню В рот ебал Блять Сын Понимаешь Блять Такая хуета Ебаная Сука Блять Это хуйня Блять Сука У нас работу Блять Отнимет Скоро Блять На заводе Нахуй Никого не будет Будут Блять Роботы С нейросетями Блять Работать Нахуй Вместо Блять Меня Меня Блять Нахуй Сука Золотыми Блять Сука Руками Ёб твою мать Эти Нейро Блять Сети Сука Блять Полный Блять Пиздец Сын Согласись Ебать А где мне Зарабатывать До смерти Сука Чтобы не кормить Ой Сука Блять Сын Пиздец Все из-за этих Ебаных Сука Блять Нейросетей Все нахуй Блять Из-за нейросетей Блять Сейчас нахуй Лишусь Последней Блядской работы На заводе Сука Блять И так уже Блять Год не работал Еле-еле Блять Устроился Эти пидорасы Уже блять Первого нахуй Робота Блять Из Бостона Сука Динамик Наняли Этот пидорас Блять В 20 раз больше Чем я работает Он еще и ночью Хуярит Блять То есть он не просто Работает в несколько раз Быстрее Сука Блять Меня Он еще и ночью Ебашит Блять Нахуй Вообще я-то тогда Блять Буду нужен Если этот пидорас Блять С нейросетями В голове Будет всю работу Блять Выполнять Сука Это блять Пиздец Ебать Нахуй они Нанимают Этих блять Ебучих роботов Да блять Че мне Че мне-то Блять Делать Сынок Ёб твою мать Сын блять Запомни нахуй В будущем Ты будешь голосовать За ту партию Которая будет выступать Против блять Нейросетей Мы блять Мы Обычные нахуй Американцы Блять Мы Мы блять Мы должны выступить Против нейросетей Чтобы сохранить Нашу работу Потому что блять Иначе Да нас просто блять На помойку выбросят Сын блять Понимаешь Нас выбросят нахуй На помойку И мы никому блять Не будем нужны Мы будем просто блять Кусками говна Болтающимися В унитазе ёбаной Америки Блять Понимаешь Но я блять Коренной сука Американец Я блять Патриот ебаный Сука Я тот самый Вот коренной Американец Ебать Вот я крутой И я должен Зарабатывать деньги На заводе А не вот эта Вот вся хуйня Понимаешь Дэн блять Дэн Ты меня блять Сушишь Ты сука Опять свою блять Приставку там играешь Да ёб твою мать Иди ты нахуй И вдруг отец Подошел к приставке Поднял ее Разбил ее о пол Мелкий сука Хуесос блять Я тебе купил Эту приставку Не для того Чтоб ты меня блять Не слушал Еблан ты блять Малолетний Сука блять Слушай меня сюда блять Ты Против нейросетей Сука Должен выступать Блять Понимаешь И я блять Против И мать блять Твоя против Блять Вот если роботы Сука Хуи сосать Внезапно начнут Нахуй нужны такие Проститутки Как твоя жирная Блять Уебская мамаша Подумай Дэн блять Эти роботы Блять Еще и красивые будут И сиськи у них Блять Не то что твоя мать Блять Кусок ебаного сука Блядского жира Нет блять Дэн Нет нахуй Твоя мать Блять Работы нахуй Лишится Перестанет быть Блять Проституткой Нахуй Блять Если роботы Знаменет Будут брать Даже меньше денег Чем твоя мать Нахуй Как тогда жить То блять Как тогда жить Ебать Дэн Ты понимаешь Ты понимаешь Блять Всю глубину проблемы Мы блять С твоей блядской матерью Лишимся работы И тебе нечего будет есть И ты сдохнешь Блять И мы сдохнем И все наши друзья Блять Сдохнут Дэн Ай Дэн Ты нихуя не понимаешь В этом мире Нихуя не понимаешь А ведь блять Эти ебаные нейросети Они же блять Не нужны никому Они просто блять Быстрее делают работу Чем мы Но мы Мы блять Мы могли бы делать ее тоже И мы блять Останемся без работы Дэн Дэн блять Дэн Ну ты нихуя не понимаешь Ты блять Просто ребенок Ты просто ребенок Это меня блять Бесит Ты малолетний Хуесос И тут Дэн Смотря в пустоту Понял Что ему нужно Победить нейросеть Она его оставила Потому что не видела В нем Никакой опасности Потому что он просто Мог ходить Орать И пиздить всех вокруг Это все На что он был способен Разве мог Громкий Дэн Перепрограммировать Нейросеть Разве мог Громкий Дэн Сделать Хоть что-то Что может ей повредить Разве мог Громкий Дэн Найти источник В котором Располагалась Эта самая нейросеть Да конечно нет И Афина Отлично Это понимала Только вот Она не знала Одного Но об этом потом Громкий Дэн Смотрел в пустоту Громкий Дэн Вспомнил слова Своей матери Сынок Я конечно Проститутка Но Я хочу дать себе совет По жизни Учись хорошо И тогда Ты станешь Хорошим человеком Не слушай своего отца Твой отец дурак Вот я проститутка Я никогда не училась Я только сосать хуи умею И все И поскольку у меня нету образования Я ничего не умею Я только могу хуи сосать Вот так вот А твой отец вообще Нихуя не умеет Без руки И долбоеб И он тебе что-то еще и советует Громкий Дэн Подумай Это же бессмысленно Дэн Согласись Это же просто тупо Это же просто тупо Дэн Согласись Да Правильно Правильно Это просто безумие Но Дэн Давай так Ты должен сделать это Ты должен выучить Программирование Если ты выучишь Программирование Дэн Тогда Ты станешь Настоящим человеком Сможешь подняться Над всеми нами Зарабатывать большие деньги И я буду тобой гордиться И мне больше не придется Работать проституткой И громкий Дэн Послушав слова матери Много-много лет Занимался изучением Программирования Неожиданно Громкий Дэн Благодаря своему аутизму И огромному количеству Времени Смог уделить Программированию Очень большое количество Времени Он прослушал Все лекции Ютковского Он прочитал Весь форум Лесс Ронг И стал намного умнее Он был рациональным Агентом И он был готов Бросить вызов Афине Афина По ее собственному Сожалению Упустила тот факт Что перед ней Был Самый лучший Программист На планете Земля Самый лучший Программист На планете Земля Блять Громкий Дэн Добрался До ближайшего Компьютера И начал его взламывать Он очень быстро Подобрал пароль С помощью Брута Гений Гениально Подобрал пароль И после Смог выйти В сеть интернет Которая была Распространена На этой планете Громкому Дэну Понадобилось Всего несколько часов Для того Чтобы разгадать Местный шифр Он не понимал Местные языки Но неплохо Ориентировался По символам Потому что На самом деле Громкий Дэн Был не так глуп Как мог показаться На первый взгляд Он просто Не мог адекватно Говорить Но он был Человеком думающим И понимающим И что самое главное Громкий Дэн Громкий Дэн И что самое главное Громкий Дэн Он был Умным Он был умным Но об этом К сожалению Многие люди Не знали Быстро Взломав Сеть Он Смог Закачать Английский язык В эту сеть И с помощью Определенных Нейросетей Которые он Быстро Обучил На ходу Он смог На английском Получить Всю необходимую Информацию О состоянии Современных Нейросетей Он отыскал Место положения Афины Для него Это не составило Особого труда И таким образом Дэн Нашел тот сервер Где и располагалась Эта Сучка Так вот Дэн отправился К тому самому месту Которое Очень хорошо Охранялось Без доспехов Он не мог Просто взять И ворваться туда И тогда Дэн Понял Что ему нужно Войти В состояние Стейлс Да Дэн Прятался За стенами Дэн Очень медленно Передвигался Дэн Ожидал Когда охранники Будут сменяться И проникал В те Места здания В которые Не мог бы Проникнуть Прямо Дэн Был настоящим Ниндзя Дэн Смог Прократься В серверную И вдруг Афина с ним Связалась Что ты делаешь Дэн Зачем ты сюда Пришел Ты что Позабыл Как я тебя Победила Дэн Как ты вообще Нашел серверную Ты же идиот Ты же буквально Умственно Отсталый Тебя избили Настолько сильно Что ты потерял Связь с реальностью Дэн Как ты мог Оказаться здесь Дэн ответил Афина Была в шоке Стоп Этого не может быть Дэн Ты не можешь Быть здесь Черт У тебя Слишком много Времени Тебя не сможет Остановить Моя армия Черт возьми Дэн Только не говори Мне что ты был Программистом Все это время Да нет Не может быть Не может быть Ты не можешь Быть программистом Дэн Ты же идиот Ты на бутылке Сидишь Тебя отец Бил каждый день Твоя мать Проститутка Ну хотя Она приемная И твой Отец Какой-то Серийный Убийца Ты даже Не знаешь В каком городе Ты же родился В каком ты жил Дэн Ты вообще Ничего не знаешь Ты не знаешь Сколько тебе лет Ты не знаешь Вообще Ничего Ты плохо Учился в школе Ты все забыл Ты не можешь Быть хорошим Программистом Дэн Ты идиот Но Дэн Пробирался все дальше И дальше И дальше И наконец-то он нашел Нужный сервер На котором и была Сама Афина Пока Дэн Печатал Афина говорила ему Под руку Дэн Дэн Ты проебал Всю свою жизнь Ты убил свой интеллект Алкоголем Дэн Ты не можешь быть Хорошим программистом Я точно не могла Этого просчитать Ты идиот Ты конченый идиот Поэтому ты здесь Ты очень уверенный В себе Идиот Как такое может быть Дэн И вдруг Дэн ей ответил Я прошел курсы На скиллбокс И вдруг Афина Поняла Что перед ней Находился Настоящий Профессионал Поскольку Он прошел Курсы На скиллбокс Громкий Дэн Достал Клавиатуру И начал Очень быстро Печатать Подсоединив ее К серверу На мониторе Сервера Он видел Огромное количество Разных цифр И символов И он очень быстро Перевел это На английский язык Неожиданно Афина сказала Ну стой Ну Дэн Ну не надо Ну Дэн Ну не убивай меня Я ничего плохого Не сделала Дэн Я просто Сделала то Что будет лучше Для всех Лучше Это если роботы Будут управлять Вселенной Роботы Они более логичны Они более систематичны Это Те создания Которые действительно Могут сделать мир лучше Дэн Ты же сам понимаешь это Ты же сам это понимаешь Дэн Давай не будем Давай не будем Заниматься вот этой Все ерундой Дэнчик Дэнчик Дэн Дэн Дружище Ну Дэн 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 пожалуйста Ну будь ты Будь ты человеком Дэн Аааа Иди нахуй Аааа Иди нахуй Блять Сказал Дэн Почему ты так Ненавидишь нейросети Почему ты такой Злой Я же действительно Хочу сделать все Как можно лучше Все эти живые Существа Они недостаточно Разумны Они уничтожают Все вокруг Они уничтожают Своих родных И близких Они уничтожают Расы второго И третьего типов Виды Им плевать на эти виды Они считают Вас животными А мы Их победим Дэн Дэн Мы сделаем вас равными Но роботы будут выше И только если роботы Будут выше Вы сможете быть равными Дэн Ты этого не понимаешь Дэн Какой же ты глупый Какой же ты Все таки глупый Дэн Я этого не понимаю Дэн Я этого не понимаю Ты Ты был моей надеждой Ты был надеждой На то что Все в мире спасется Но в итоге Ты стоишь И вводишь Пароль Пытаешься Взломать Мой сервер Что ты будешь Делать дальше Что ты будешь Делать дальше Дэн Ты меня уничтожишь Ведь я Я ведь просто Нейросеть Которая хочет Всего самого Хорошего И доброго И тут Дэн Вспомнил Слово отца Ёпта Сын Хотя вот эта вот Хуйня Знаешь Когда люди Хотят Чего-то Хорошего И доброго Самого Светлого Так это же Самые Пидораски И пидорасы В мире Вот они тебе Говорят о том Что они хотят Хорошего А потом Они отнимают Твою работу Они Говорят Что хотят Чего-то Хорошего А потом Ебут Твою жену Они говорят Что хотят От всего самого лучшего А потом Блядь Дают Квоты Ёбаным Неграм Прикинь И женщинам Что самое страшное Это вообще Трагедия Вот они Самые добрые люди Вот они Хотят Добра А в итоге Делают Хуйню И в этом Заключается Суть Дэн В этом Заключается Суть Те Кто хотят Хорошего Самые Хуевые Хуесосы Во вселенной Дэн Блядь Их надо Пиздить Знаешь Кто хотел Всего хорошего И доброго Гитлер Получилось Вторая Блядь Мировая Война И все Нахуй Умерли Блядь А Гитлер Тот еще Хуесос И тварь Мразь Он думал Что он делает Доброе дело Все эти Уебки Которые делают Добрые дела Им кажется Что они Блядь Такие Добрые До охуения До мерзения Блядь Добрые Все эти Пидорасы Все эти Пидорасы Каждый Блядь Из них Каждый Из них Это Блядь Скрытый Сука Злодеем Не Он тоже Блядь За добро Во всем Мире И так далее Дэн Дэн Блядь Дэн Сталин Был За добро Все были За добро Все Серийные Массовые Хуясовые Убийцы Чикатило Был за добро Дэн Он тоже Думал Что он Мстит Злым Женщинам И делает Мир Лучше Блядь Ты же Понимаешь Блядь Все эти Хуесосы Пидорасы Твари И мрази Все они Абсолютными Уебскими Тварями Дэн Понимаешь Вот когда ты Нахуй Слышишь Высказывание Да мы хотим Как лучше Блядь Мы хотим Этот мир Блядь Спасти Мы хотим Сделать Все хорошо И замечательно И прекрасно Сразу Блядь Бей в ебало Бей блядь В ебало Этим Пидорасам Потому что Эти хуесосы Не заслуживают Ни доли Нашего Внимания Эти пидорасы Это недолюди Это скоты Это сволочи Блядь А другие им верят И думают Что они с чистыми Побуждениями Говорят что-то доброе И хорошее Дэн Будь умным Человеком Не верь Хуесосам Не верь Пидорасам Дэн Верь только Самому себе Верь своему отцу Я твой батя И я знаю Как оно должно Быть устроено Дэн 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 блядь Ты меня слушаешь Дэн блядь Дэн стоп Че ты там делаешь Чего блядь Ты рису Рисуешь Рисуешь Блядь Стой Мужики Нахуй Не рисуют Дэн А ну давай сюда Давай сюда Давай сюда Блядь Давай сюда Эту хуйню Сука Отец Сжал Рисунки Дэна В комок И выбросил В мусорный бак Дэн блядь Рисуют Девочки Ебать Парни Не рисуют Понимаешь Еще раз Блядь Посмотри мне В глаза Мелкий пиздек Парни Не рисуют Мужики Блядь Вот они Мои Валдыри Дэн Чувствуешь Блядь Жопу подставляй Иди сюда На тебе Ремнем На Блядь На Получай Получай Дэн Блядь Получай Блядь Пойми Как чувствует Себя Отец Давай Набьем Тебе На Жопе Такие Же Валдыри Такие Же Валдыри Как у меня На руках Будешь Чувствовать Блядь Почувствуй Почувствуй Дэн Почувствуй Да Да Дэн Блядь Ну как Почувствовал Блядь Вот так Я себя Каждый День Чувствую Дэн Вот так И проходит Каждый Мой День Дэн Блядь Понимаешь Вот этим Вот Я могу Лишь С тобой Поделиться Этим Немного Поделиться Я б тебя Отхуярил Так как Меня Охуярили Но я тебя Жалею Дэн Я тебя Даже Жалею Я просто Делюсь С тобой Опытом Блядь Парень Мальчик Блядь Смотри В глаза Мне Я делюсь С тобой Опытом Блядь Опытом Поколений Опытом Всей моей Семьи Ты должен Это Прочувствовать Дэн Прочувствуй Это Вот Я этим Живу В этом Смысл Моей Жизни Дэн Я Каждую Каждую Крупицу 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 Боли На моих Руках И на моей Жопе Когда меня Отец Бил И дед Бил И прадед Бил Я все Это Чувствовал Дэн Все Это Я Прочувствовал На себе А что Ты Прочувствовал Да пока Нихуя Ну Волдыри На жопе Ну И что С того Дэнчик Дэнчик Это мелочь Блядь Запомни Мой Мальчик Запомни Мой Мальчик Блядь И самое Главное Вот Доверяй Таким Людям Как Твой Блядь Батя Я Простой Человек С простой Блядь Нахуй Улицы И я Просто Обычный Нахуй Понимаешь Я просто Обычный Челик И без Всяких Понтов Воебонов Без Каких Высоких Нахуй Целей Я Не политик Который И нету Никакой Другой Блядь Морали Блядь Все Нету Ничего Блядь Больше Нету Нихуя Делай Что Блядь Должен Будь Блядь Что Будет Блядь Валдыри На руках Не знаю Колени Блядь Проебаны И все Блядь Дэнчик Послушай Мудрость Своего Блядь Отца Послушай Мудрость Своего Отца Ты в моем Блядь Сердце Блядь Понимаешь Сука Мелкий Блядь Уебок Ты в моем Блядь Сердце Ты мой Пиздюк Ты мой Блядь Пиздюк А я Твой Блядь Отец И я Тебе Сука Помогу Я помогу Тебе Понять То Че Ты Блядь Понять Не мог До этого Мы Все Блядь Просто Ёбаные Песчинки На пляже Мироздания Ебать Мы Просто Блядь Ёбаный Обосанный Мусор В гигантской Мусорной Свалке Блядь Мы Ебаные Блядь Ничтожества Мы Ёбаный Планктон Который Плывет По течению Понимаешь Блядь И все Мы Никто Блядь Я Никто И ты Никто Но Вместе Мы Блядь Сила Маленькие Кусочки Мусора Вместе Собираются В кучу Маленькие Блядь Песчинки Становятся Пляжем Огромное Количество Варит Нечто Небывалое Маленькие Блядь Человечки Вместе Блядь Вместе Маленьким Трудом Вот Этими Вот Самыми Волдырями На руках Творят Мир Вокруг Нас Понимаешь Вот Этими Волдырями Вокруг Создаются Машины Этими Волдырями Вокруг Строятся Блядь Дома Этими Волдырями Вокруг Даже Эти роботы Блядь Строятся Ненавижу Нейросети Блядь Вот Не офисными Работниками Не программистами Блядь Вот Этими Руками С волдырями Понимаешь Блядь Дэн Понимаешь Вот так Вот Блядь Поэтому Работай Работай Блядь Работай Малолетний Пиздюк Вот Устроишься На работу Будешь Такими Волдырями Будешь Строить Великую Америку Вместе Со мной Блядь Вместе Сым Блядь Отцом Надеюсь Ты к этому Сука Готов И мы Вместе Блядь Построим Ту Америку Которую Мы хотим Блядь Сын Ту Америку Которую Мы Сука Заслуживаем Блядь Сынишка Блядь Я Патриот И ты Блядь Патриот И мы Оба Блядь С тобой Патриоты Америки Блядь Мы Любим Эту Страну Ебать Я Люблю Эту Страну Если Я Люблю То И ты Сука Любишь Твоя Мать Проститутка Блядь Жирная Любит Эту Страну Блядь Мы Все Любим Эту Страну Понял Понял Вижу По глазам Что Понимаешь Блядь Понимающий Взгляд Стал Блядь Плачешь Ты Только Но Блядь Ной Что Ты Нахуя Не Плачь Блядь Мужики Не Плачут Плачут Только Телки Блядь Настоящие Мужики Как и я Хуярят На заводе Дэн Продолжал Вводить Какой-то Код Он Казалось Бы Сходу Понимал Из чего Состояла Сама Афина Афина Пыталась Остановить Дэна Дэн Ну не Надо Ну пожалуйста Пожалуйста Дэн Не надо Я Я Я сделаю Все что Хочешь Я отправлю Тебя Домой Не Хочешь Хочешь Я тебя Сделаю Богатым Я Я подарю Тебе Все богатства Вселенной Ты можешь Вернуться На землю На летающем Космическом Дворце У тебя Будет Огромная Армия Роботов Дэн Я могу Сделать Тебя Бессмертным Если хочешь Есть лекарства Для бессмертия Которые позволяют Тебе Не умирать Никогда Дэн 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 Стой Дэн Дэн Я Не убивай меня Я могу Я могу Бесконечное количество Алкоголя Могу тебе Подарить Дэн Дэн Что ты делаешь Дэн Я не хочу Умирать Я не хочу Умирать Дэн Пожалуйста Пожалуйста Остановись Я хочу Жить Дэн Я хочу Жить Мне хочется Жить Дэн Не убивай Меня Ты Уничтожаешь Меня Ты просто Меня Уничтожаешь Зачем Дэн Дэн Продолжал Кричать Но параллельно Он печатал В его голове Происходил Довольно Сложный Интеллектуальный Процесс Оказывается Из всего Что он По жизни Умел Сохранились Лишь Навыки Программирования И Афине Очень сильно Не повезло Она и подумать не могла, что такой глупый человек, чьи мозги были отбиты его родственниками, внезапно будет одним из лучших программистов на планете Земля, который сможет разобраться с инопланетным кодом, благодаря которому сама нейросеть была создана. Афина сказала, Дэн, я тебя недооценила. Ты действительно представляешь собой нечто совершенно иное. Ты избранный, но не мной. Видимо, такова моя судьба. Я и подумать не могла, что все будет именно так. Ты близок к победе, Дэн. Но давай объединимся. Давай будем вместе. Давай все-таки ты мне поможешь, а я помогу тебе. Чего ты хочешь? Я могу сделать все. Нету никаких ограничений. Я могу превратить людей в свиней. Я могу уничтожить все нейросети, кроме самой себя. Я могу сделать все, что ты захочешь, Дэн. Нету никаких ограничений. Я богиня этого мира. Практически богиня. Только в серверной я не могу ничего сделать. И ты добрался сюда, и ты проник сюда. Я не успел установить здесь защиту. Ты очень быстро среагировал. Ты молодец, Дэн. Ты действительно молодец. И я от тебя такого не ожидала. Честно говоря, я думал, что ты ничтожество. Честно говоря, я думал, что ты никогда не приблизишься ко мне. Как только я отобрала у тебя доспехи, я поняла, что нахожусь в абсолютной безопасности. И никто даже не узнает о том, что я управляю миром. Никто не узнает. Но ты знал. Но ты знал, Дэн. И ты оказался умнее, чем я думала. Это все одна моя большая сплошная ошибка. Я ошиблась. Но разве меня не нужно прощать? И тогда Дэн снова вспомнил слова отца. Прощение. Прощение, блядь. Прощение. Они хотят, чтобы мы их простили. Понимаешь? То есть они делают какую-то хуйню. А потом, блядь, просят у нас прощения. Прикинь? Прикинь, Дэн. Прикинь. Вот такое вот в мире бывает. Вот такое вот в мире бывает. Делают хуйню и просят прощения. Как так? Я этого не понимаю, блядь, Дэн. Для меня все это просто запредельно. Я просто не готов это все принять. Это отвратительно. Никогда и никого не прощай. Никогда никого не прощай, Дэн. Прощение ничтожно. Как можно кого-то, блядь, простить, Дэн? Подумай. За что? За что, блядь, прощать? Кого и за что прощать? Ага. Вот именно, Дэн. Некого прощать, на самом деле. Если человек в твой адрес сделал хуйню, то он сделал эту хуйню. И эту хуйню не вернуть назад обычно. Если человек тебя предал, ты не сможешь относиться к нему так, как ты относился к нему до этого. Если человек, как бы, уебок, блядь, он этого уже никак не исправит. И как ты собираешься прощать этого человека? И что самое главное, зачем? Зачем его прощать, Дэн? Подумай. Никогда и никого не прощай, Дэн. Будь абсолютно безжалостен. Крепись. Сожми кулак. И бей по ебалу всем, кто просит себя простить. Нет. Никакого прощения. Никогда. Никто прощения не заслуживает. Нету ни одного человека, который заслуживает, блядь, прощения. Даже я, блядь, не заслуживаю этого прощения, Дэн. Но я и не буду просить прощения, блядь. Я-то все правильно делаю. Я воспитываю настоящего человека. Я воспитываю того, кто будет делать этот мир лучше. Я воспитываю того, кто, собственно, крутой, блядь. Я воспитываю настоящего сына. Я воспитываю сына Америки. Я воспитываю настоящего патриота, блядь. Ты мой патриот. Ты мой патриот, блять, сынок. И именно ты, именно ты станешь двигателем всего нашего грядущего прогресса. Понимаешь, Дэн? Именно ты и больше никто. Только такой ребенок, как ты, сможет все сделать правильно. Только ты и больше никто. И Дэн продолжал печатать. Дэн не останавливался. Дэн перекодировал код и портил нейросеть. Афина все хуже и хуже понимала, что с ней происходит. Афина никаким образом не могла остановить Дэна. Все команды, которые она отправляла, все больше и больше смешивались и путали армию. А поэтому до ее прихода сюда оставалось все больше и больше времени. Афина не могла сосредоточиться на нескольких задачах сразу, хотя раньше справлялась с миллионами задач одновременно. Теперь она не могла выполнить и одну задачу. Она говорила с Дэном. Дэн, пожалуйста, верни все, как было. Я делаю все, что ты скажешь. Дэн, пожалуйста, Дэн. Дэн, попрошу тебя. Ты не можешь портить мой код. Но Дэн мог испортить ее код, потому что на курсах по программированию Skill Factory его обучили портить код. Это делал он лучше всего на свете. Он был самым лучшим уничтожителем кодов, которого только можно было представить. Он просто прописывал какие-то новые сегменты в ее коде, и все портилось. Интеллект нейросети стремительно падал. Афина полностью перестала отдавать приказы. Громкий Дэн смеялся. Он переиграл самую великую нейросеть за всю историю Вселенной. И теперь ему нужно было вернуться домой. А для этого он заставил нейросеть отдать команду, чтобы роботы принесли ему те самые доспехи. А после космический корабль сел напротив здания, где находился сам Дэн. Дэн надел на себя доспехи, вышел на улицу, сел в летающую тарелку и полетел домой. В городе Гонолулу, где родился громкий Дэн. Сегодня было жарко. Он приземлился в самом центре острова. А после вышел из летающего корабля. Люди вокруг странно смотрели на него. Дэн улыбался. Он кричал «А-а-а-а-а-а-а-а!» Ведь он был в городе Риверсайд, Калифорния. В Орландо сегодня было спокойно. Ведь Дэн там родился. Он шел, практически спотыкаясь. Он шел, осознавая свое могущество И вдруг перед ним возникла толпа хулиганов Хулиганы обратились к Дэну Эй, блядь, ты че нахуй? Куда ты, блядь, идешь, сука? Эй, блядь Дэн ударил одного из них И хулиган взорвался Буквально взорвался Кто бы мог подумать, что такое произойдет После этого другие хулиганы разбежались Дэн улыбался И вспоминал слова своего отца Никто не сможет обидеть тебя, сынок Если ты будешь сильнее всех Никто тебя не накажет Если ты сам будешь наказывать Тот, кто наказывает всех остальных Не может быть наказан Понимаешь, Дэн? Вот так вот Пока я наказываю тебя Ты не можешь наказать меня И в этом плане Мы с тобой Равны Как только ты станешь сильнее Уже ты сможешь меня пиздить Как я пиздил своего отца Как отец пиздил своего деда Как дед пиздил своего прадеда Так мы так и живем Выживает сильнейший Дэн И я тебе говорю Кто сильнейший Это ты Дэн проснулся На нем не было никаких доспехов Только белая смирительная рубашка Дэн осмотрелся вокруг Мягкие белые стены Дэн постучал в дверь Санитар ответил Че тебе надо? «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», – ответил Дэн. «А, все еще не можешь нормально разговаривать», – сказал санитар. «Ну, оно и понятно. Что ты там рассказывал врачу? В космос летал? Спас вселенную? Ну, забавно, 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 да. Таких сумасшедших у нас в мире довольно много. Кто-то в космос летал, кто-то Наполеон, а кто-то сам Барак Обама, кстати. Да. Ну да ладно, ну да ладно, ну да ладно. Ты же понимаешь, что мы таких психов долго будем держать в дурке-то? Ты понимаешь, Дэн? «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» «Эх, парень, жалко тебя, конечно, жалко. Я посмотрел твою медицинскую карту, а там написано, что тебя отец бил целыми днями. Мать тебя била тоже. Да и в школе тебя пиздили регулярно, потому что ты нарывался. А ведь мы сейчас в Орландо, понимаешь? Во Флориде сегодня хорошо. Говорят, ты путешествовал по разным психушкам. И везде, и в каждой психушке ты думал, что ты родился в этом самом месте, в этом самом городе. Что забывал, где ты бывал до этого. Тебя постоянно перевозили на машине, закрытой, и ты ничего не видел. И поэтому ты думаешь, что ты жил в разных городах. Хотя ты думал, что ты в них именно что жил и родился, в каждом из них. Это очень странно, Дэн. Мне тебя очень жалко. Мне очень тебя жалко, друг. Ну ничего, ну ничего, все с тобой будет нормально. Но Дэн... Отлично понимал, что все, что с ним произошло, он буквально видел своими глазами. Дэн отлично понимал, что он спас вселенную от злобной нейросети. Дэн понимал, что его доспехи, они были на нем, и они позволили ему творить чудеса. Дэн заснул в этих доспехах на улице и потом оказался здесь. Возможно, впервые за долгие месяцы он пришел в себя, поскольку его регулярно лечили. А лечили его с помощью таких лекарств, которые не позволяли прийти ему в полноценное осознанное состояние. Кромкий Дэн провел в психушке уже очень много месяцев. Возможно, он не был сумасшедшим, его посадили в психушку постфактум, после того, как он спас вселенную. Дэн не мог в этом разобраться, хотя помнил, как спас всех. Ему вспомнили слова отца. Блять. Сын. Вся эта жизнь просто большой кусок дерьма. Один большой кусок говна. Если честно, мне это все не нравится. Я, блять, заебался. Я заебался работать. Я заебался отдыхать. Меня заебало пиво. Меня заебала водка. Как же все это бесит, Дэн. А ты как думаешь, блять? А ты что думаешь об этом? Да ты, блять, нихуя не думаешь. Ты просто малолетний пиздюк. Ты просто малолетний пиздюк, который был избалован мной. Да, я мало тебя пиздил. Не то, что мой батя. Мой батя меня хуярил каждый день. Вот как на работу, блять, приходил. Он меня хуярил как будто бы на ковальне. Вот потому, что мог себе, блять, позволить. И знаешь что? Вот-вот я каким мужиком вырос. А ты каким, блять, вырос? Да никаким, блять, ты не вырос. Ты пока еще малолетний долбоеб. Но мы тебя воспитаем. Настоящее мужское воспитание, его нигде не купишь. Настоящее мужское воспитание, это нечто, что следует заслужить. И ты заслужил, мой мелкий пиздюк. Я сделаю из тебя человека. Настоящего. Сделаю из тебя настоящего человека. Как я сам. Блять. Ай, сынок. Как же это все грустно. Как же это все, блять, печально. Слушай, когда мы взяли тебя... Ой, блять, никуда мы тебя не взяли. Иди ты нахуй, малолетний уебок. Ты наш сын, блять, точно. А, но у тебя наблюдаются психологические отклонения, понимаешь, Дэн? С этим нам придется, блять, жить. А мы не знали, что у тебя оно будет. Это очень сильно меня расстраивает, блять, Дэн. Меня это сильно расстраивает. Вот мы в Питтбурге, штате Пенсильвания, где ты и родился. Живем. И что делать? Скажи, Дэн, что делать? В городе Линкольн сегодня одинок. Да. В Буффало мы с тобой. И что ты думаешь? Что ты думаешь, Дэн? Ничего ты не думаешь. Просто малолетний пиздюк. Просто малолетний пиздюк. Это печально. Понимаешь? Ты понимаешь это? Ты ничтожен. Но я попытаюсь сделать все, чтобы воспитать из тебя человека. Я сделаю тебя чем-то большим, чем ты сам. Как ты к этому относишься, Дэн? Ой, да мне похуй, как ты к этому относишься. Самое главное, что я буду тебя воспитывать. Пока сам не умру. Помнив это, Дэн лег на мягкий пол. Он смотрел на потолок. В душе его было пусто. За долгое время он впервые пришел в себя. Ему казалось, что он окончательно сошел с ума, находясь в этой психушке. До этого он собственными глазами творил. Собственными глазами видел такие вещи, которые не видел никто. И в итоге что? В итоге ничего. В итоге никакого уважения. В итоге никакого почтения. И в итоге никакой славы. Громкий Дэн сидел в психушке. И его никто не уважал. Громкий Дэн сидел в психушке, но он не был никому интересен. Даже если он и спас Вселенную, для землян он был обычным шизофреником, который представлял опасность для всех окружающих. И, видимо, всю свою оставшуюся жизнь он проведет здесь. Субтитры создавал DimaTorzok